Мусорный тариф опустили ниже урны Мусорный тариф опустили ниже урны Операторы по работе с отходами жалуются на региональные власти коммерсанта 9 января 2019 года 2246 Как выяснил твердый знак, в ряде субъектов чиновники решили существенно снизить утвержденный тариф на услуги региональных операторов по работе с отходами Региональные власти говорят, что намерены таким образом не допустить увеличения платы за вывоз мусора для населения Представители отрасли, в свою очередь, называют подобные действия незаконными и предупреждают, что они приведут к мусорному коллапсу и срыву реформы по обращению с отходами Источник твердый знак в Минприроды сообщил, что ведомство обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия региональных чиновников В распоряжении твердый знак оказались обращения региональных операторов в адрес вице-премьера Алексея Гордеева и главы Минприроды Дмитрия Кабалкина В них идет речь о необоснованных и противозаконных случаях снижения уже установленных тарифов на услуги Так, например, 25 декабря 2018 года Краснодарский краевой департамент цены тарифов поставил в известность двух региональных операторов о снижении тарифа более чем на 30% То есть речь идет о том, что за свою работу по обращению с отходами они получат на треть меньше запланированной ранее суммы В письмах, есть в распоряжении твердый знак, директора компании указывают, что, согласно утвержденным правительством РФ правилам регулирования тарифов в сфере обращения СТК Решение об установлении тарифов принимается органом регулирования не позднее 20 декабря и обратной силы не имеет Кроме того, в компании не поступали обосновывающие материалы для этой процедуры Данные противозаконные действия направлены на дестабилизацию ситуации в области обращения с отходами в крае, продиктованные недобросовестной конкуренцией, желанием дискредитировать регионального оператора и могут привести к мусорному коллапсу, говорится в одном из обращений Также представители отрасли обращают внимание, что необоснованное и незаконное снижение тарифа приведет к невозможности осуществления производственной деятельности Региональные операторы из других регионов жалуются также на искусственное снижение нормативов образования отходов Этот показатель служит для расчета платы за услуги оператора Например, в Липецкой области администрация снизила норматив накопления отходов после начала деятельности компании на 40% с 3,28 до 2,04 кубометра с человека в год Как мусорная проблема затруднила диалог между населением и властями В письме оператора сообщается, что это произошло без проведения замеров накопления и без объективных на то причин, что в итоге привело к существенным финансовым потерям для компании Подобные действия, осуществляемые в большей части субъектов РФ под предлогом мнимой заботы о населении Приведут только к негативным последствиям, поскольку пострадает качество оказания услуги Говорится в письме, либо региональный оператор обанкротится, потому что будет вывозить отходы в большем количестве, чем собирается плата Либо Липецкая область погрязнет в отходах, так как компания будет вывозить отходы в соответствии с заниженными нормативами Аналогичная ситуация сложилась в Воронежской области Губернатор Александр Гусев дал поручение сдержать рост тарифа для населения, в том числе путем перерасчета норматива накопления отходов В декабре 2018 года глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов отправил обращение к генпрокурору Ирею Чайке с просьбой провести проверку при определении нормативов накопления в субъектах Согласно думскому мониторингу, разница, в частности, в установленных нормативах для АЗС в разных регионах отличается в 500 раз, для предприятий в 140 раз, а для граждан в 50 раз Так, в Красноярском крае норматив накопления мусора составляет 10,8 кубометра, а в еврейской АО 0,2 кубометра Руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова пояснила твердый знак, что выпавшие доходы регоператора планируются компенсировать из бюджета При этом власти будут идти от платежки, чтобы рост стоимости коммунальных услуг не превысил 5% Госпожа Смирнова подтвердила, что для корректировки норматива накопления повторных замеров не производилось Если мы применим максимальный норматив, который был получен в ходе замеров, плата для населения серьезно повысится Почему некоторые регионы не перейдут на новую систему обращения СТК в 2019 году согласно протоколу совещания в Минприроды от 28 декабря под председательством заместителя министра природных ресурсов Владимира Логинова Заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин подтвердил, что решение о снижении норматива накопления не имеет правовых оснований А должностные лица при исполнении таких решений сознательно идут на нарушение установленных законодательством норм, регулирующих деятельность региональных операторов В департаменте цены тарифов Краснодарского края твердый знак пояснили, что информация о возможном изменении тарифа для региональных операторов была предварительной Компании действительно были извещены об изменении тарифа, однако затем решение о начале работы было отложено на некоторое время, о чем было подписано дополнительное соглашение Сообщила начальник отдела цены тарифов коммунального комплекса РЭК Краснодарского края Наталья Строева До начала работы компании будут внесены изменения в территориальную схему обращения с отходами Также в соответствии с процедурой будут утверждены тарифы Источник твердый знак в Минприроды подтвердил, что ведомство выявило неправомерный случай искусственного занижения уже утвержденных тарифов региональных операторов и нормативов накопления отходов в ряде российских субъектов Он отметил, что во многих регионах норма накопления уже была снижена, например, в Орловской и Курской областях Источник в ведомстве напомнил, что реформа сама по себе подразумевает обеление финансовых потоков в отрасли, а значит, удорожание услуг По его мнению, снижение платы для населения можно добиться, в частности, путем исключения затрат на вывоз мусора из платы за содержание и ремонт жилья По словам собеседника твердый знак, Владимир Логинов отправил обращение в Генпрокуратуру с целью не допущения нарушений законодательства Анна Васильева, Всеволод Ньютин, Андрей Прах, Воронеж, Анна Перова, Краснодар Как в России проходит мусорная реформа Читать далее Субтитры создавал DimaTorzok